всем привет на канале настольный хаос и сегодня мы рассмотрим банду гоблинов прежде чем начать на канале у нас чуть больше ста подписчиков уже и за это хотелось бы выразить слова благодарности активным подписчикам канала именно сергей смолин том код 618 альфонсо де косар рашен орг никита львов lucky devil ребят спасибо за комментарии ваши комментарии учитываются при создании контента на канале поэтому всем остальным кто просто смотрит не скупитесь на комменты и возможно если вы что-то попросите что вас интересует это может выйти немножко раньше чем в принципе в планах у меня то что случилось например с бандой вампиров ну а теперь перейдем непосредственно к обзору банды гоблинов и начнем мы как всегда с лидеров здесь на самом деле очень много лидеров они все не влезли на один слайд поэтому вначале мы рассмотрим так называемых лидеров на маунтов у нас их целых пять штук что на самом деле очень много но двоих мы будем использовать вряд ли итак первый наш босс это босс с огромным пещерным сквигом он подешевел как можете видеть уже оранжевым указаны новые новая стоимость юнитов в игровых очках за 250 очков у нас 8 движение 5 это фна 26 жизней дальность атаки 2 4 куба 5 силы с уроном 25 и при этом мы имеем к его киворд fly за свои деньги очень хороший босс но с учетом всех своих статов это просто fire магнит и и с учетом того насколько дорогие у нас сквиги с наездниками но как бы использование его под сомнением на самом деле но где-то в нарративных компаниях когда мы увеличиваем очковую стоимость отряда вполне возможно он очень хороший на самом деле следующий это у нас босс бегун ну по факту это босс на пуке он подешевел 210 очков 10 ему в 4 защиты 26 жизней дальность 2 3 атаки 4 силы с уроном 24 статы вроде неплохие но его проблема в том что это достаточно старая модель соответственно достать ее я думаю уже практически невозможно другая проблема что у него нет кейворда fly как у всех кто на сквигах что ограничивает его использование если у нас стол заставлен террином и нет никаких обилок чтобы подниму игнорировать скажем так террин что в принципе было бы кого для паучков но соответственно если он вы прям хотите его отыграть я думаю лучше найти что-то на рынке 3d печати там на самом деле очень большое предложение всяких разных гоблинах и пауков следующий нас босс на пауке поменьше его стоимость не изменилась 220 очков 10 ему в 4 защита 22 жизни и два профиля атаки дальние и ближние дальние это три атаки 3 силы с уроном on 313 ближние три атаки 3 силы с уроном 24 также его минус в том что это достаточно старая модель но их еще можно найти где-то в продаже по сравнению с предыдущим и у него все те же самые проблемы что нет кейворда fly как у предыдущего и два наших обычных парня на сквигах первый большой сквиг прыгун за 250 очков 10 ему в четвертая защита 22 жизни 5 атак 5 силы с уроном 24 очень вкусный парнишка но соответственно цена его аналогично большому боссу но у него дальше мув на 2 единицы больше атак с той же силой и он потерял 4 вунды и единицу на крите имеет доступ к тем самым обилкам что приводит скажем так достаточно большим сомнениям использование босса на об огромном сквине и его парень в доспехах босс пройдоха за 245 очков соответственно подешевел у нас 8 мув пятая тофна 24 жизни 4 атаки 5 сил с уроном 25 соответственно все ребята на сквигах очень хороши в отличие от своих вариациях на пауках но по факту мы выбираем между большим сквигом прыгуном и боссом на огромном сквиге при всем при этом большой сквиг прыгун у нас как бы ну не авточой скажем так но более приоритетная модель потому что ее можно и легче достать она дешевле стоит и легче сделать то есть из коробки мы собираем вот база вот этого парня то есть огромный пещерный сквиг он на водильном блистере идет целесообразность использования босса пройдохи как и в принципе и этих юнитов 5 стойкость ну не знаю с исключением только есть там со шторм кастами бодаться с этой стойкости но в любом случае гоблины проиграют следующие наши боссы скажем так это пешие первые нас психо босс который подешевел стал стоить 165 очков четвертый мув четвертая стойкость 18 жизни 4 атаки четвертой силы с уроном 24 хороший стандартный середине щековой лидер дальше у нас идет грибной шаман также чуть-чуть подешевел 170 очков четвертый мув третья стойкость 18 жизни ну и соответственно две вариации атаки стандартная магическая две атаки третьей силы с уроном 36 и ближний 3 атаки 4 сил с уроном 14 стандартный босс собирающийся из обычных гротов это босс лунного клана за 140 очков он подешевел что очень кстати прикольно поскольку это самый дешевый выбор лидера с не очень плохими статами то есть четвертый мув четвертая стойкость 16 жизни 4 так 4 сил с уроном 24 если мы отыгрываем какую-то элитную армию там на сквигах либо на каких-то монстрах то скорее всего мы будем брать этого парня и последний у нас паутинный шаман 4 мув третья стойкость 16 жизни подешевел 45 очков все те же две атаки магической способностью 3 силы 36 и на ближнем 3 атаки 3 сил с уроном 14 те же проблемы что и его вариации на пауке скажем так в том плане что старая модель купить практически невозможно но можно сказать как всегда статы какие-то на самом деле не сильно выдающиеся теперь перейдем к рассмотрению обычных юнитов также начнем с ребят так или иначе связанных с маунтами и продолжим обычными и 1 у нас наездник на пауке стал стоить дороже не знаю он и за 150 очков особо не привлекал за 170 это уж просто какой-то трэш 170 очков и вспомните стоит лучница дочерей которые все-таки получше показатели все ну да ладно 10 мув четвертая стойкость 16 жизни стрелковая 2 атаки 3 силы с уроном 13 ближний бой 2 атаки 3 силы с уроном 14 ну как-то очень грустненько прям вот ну совсем грустненько и ну я не понимаю почему говорю углы стали дрожать стрелки их использование и так было под вопросом всегда здесь даже не дело не в том что там использование под вопросом а были стрелки очень хорошие че подражание скажем так не вызывает вопросов но вот были стрелки очень дешевые которые брали всегда на сдачу и вот их подражание вообще как бы ничем не подтверждается то есть они в статистику мало наносит урона и в общем это непонятно лично для меня как наверное для многих дальше у нас идет пещерный сквик 140 очков 4 мув 4 стойкость 15 жизни 4 атаки 5 силы с уроном 24 вот это прям авто честь на самом деле это прям офигенный юнит особенно связки со следующим погонщик сквигов 45 очков 4 мув 3 стойкость 8 жизни 3 атаки 3 сил с уроном 12 и доступом к способности как у бестов дать бонусное движение нашему сквигу прикольно прикольно стоит дешевле даже чем предыдущий парень на пауке но соответственно и вариации его применения на самом деле намного больше чем предыдущего и у нас остались два парня на сквигах один подешевел другой подорожал но стоят теперь одинаково это сквиг прыгун 205 очков 10 мув 4 стойкость 16 жизни 4 атаки 5 силы с уроном 24 и боингрот пройдоха 205 очков 8 мув 5 стойкость 18 жизни 3 атаки 5 силы с уроном 25 статы очень близки по сравнению с друг другом но мне кажется 1 из более высоким мувом и большим количеством атак как-то более лучше смотрится на фоне своего собрата если бы у нее конечно была четвертая сила бы может быть они бы были равны но поскольку у них сила одинаковая тот парень мне кажется получше будет в любом в равнозначных ситуациях хотя бывает когда и понадобится пятая тарфна из чуть-чуть побольше жизни но здесь не критично они больше соответственно но теперь переходим к соли нашего ростера это обычные гроты начнем с рассмотрения гротов с ближним боем это у нас два вариация либо меч либо копье стоимость одинаково статы юнита одинаково 70 очков 4 4 мув 4 стойкость 8 жизней у меча 3 атаки третьей силы с уроном 13 у копья 2 атаки третьей силы с уроном 14 эти статы приводят на самом деле к тому что меч и щит авточойс поскольку гв почему-то ставит у копья прибавляет единицу на крит мне кажется в этом случае надо было добавлять единицу на базовое значение либо на силу а лучше и туда и туда чтобы это была какая-то разница между ними но ну по механике игры от мечника будет больше больше толку чем от копейчика и соответственно наш город стрелок его стоимость 65 очков на самом деле тоже вызывало много вопросов но его подражание вообще ничем не аргументировано то есть это 70 очков все те же 4 мув потеряли одну стойкость поскольку нет щита те же восемь жизней 2 атаки третьей силы с уроном 13 на стрелковую и 3 атаки третьей силы с уроном 12 на ближний бой вот если его сравнивать с наездником на пауке у которого в ближнем бою 2 атаки у этого 3 как бы ну но это не тот юнит который мы хотим идти в ближний бой но так или иначе его скорее всего мы будем применять как-то в различных растирах дальше у нас идет грот с сетью 4 мув 3 стойкость 8 жизни за 45 очков 3 3 атаки третьей силы с уроном 12 но как бы его мы скорее всего берем не ради его удающихся стайтов а ради того чтобы он за игру использовал свой свою способность на сеть и последний грот с каким-то пылесосом из квига 85 очков 4 мув 3 стойкость 16 жизни 3 атаки третьей силы с уроном 24 юнит интересный на самом деле но какую-то бы обилку бы на него бы накинуть было бы хорошо а так не совсем понятно что с ним сделать ну на сдачу 85 очков вряд ли где-то останется ну как инструмент использовать можно рассмотрим способности за дуплет доступны всем нашим бойцам мы его можем использовать если в пределах одного дюйма от нас от бойца на которого мы хотим использовать эту способность находится дружественный боец до конца активации прибавьте один показатель силы количество атак атакующих действия в ближнем бою прикольно прикольно сила хорошо всегда поскольку у нас она всегда третья у наших пехотинцев количество атак всегда хорошо вот на фоне этой способности применение копейщиков еще как-то может себя оправдывать 4 атаки четвертой силой на мечники всегда лучше чем 3 атаки четвертой силы на копейщики дальше дуплет доступны нашему парню с сетью виде выберите видимую вражеского бойца в пределах 3 дюймов бросьте кубик если 3 плюс то боец до конца раунда не сможет двигаться 3 плет доступны нашим наездникам на сквигах если мы заканчиваем движение в одном дюйме от вражеского бойца то этот боец получает очки урона равные способности способность так себе и стоимость 3 плет что приводит к тому что вряд ли мы будем его использовать 3 плет для наездников на пауках выберите вражеского бойца в пределах 1 бросьте кубики и нанесите урон то же самое что и предыдущий 3 плет дорого выхлоп мал 3 плет для погонщика сквидов то что я вот и говорил как у бестов в пределах 4 дюймов от него он может дать дополнительное действие движения сквигу а с учетом того что у нас сквид на самом деле очень хорошая боевая единица дать ему бонусное движение чтобы он совершил два атакующих действия очень круто но эта способность делает нашего погонщиков на сквига фаермагнитом для противника если противник знает про эту способность квадруплет боец совершает дополнительное действие движения затем он может совершить дополнительное атакующее действие если вражеский боец находится в ближнем бою то есть в 1 дюйме от него прибавьте значение этой способности к очкам урона который получает боец при попадании и критическом попадании такого атакующего действия квад на самом деле очень замороченный в плане текста но очень хороший в плане применения но с учетом всех вот этих нюансов мы скорее всего его будем использовать только на лидере в ближнем бою где-нибудь то есть мы двигаемся бонусно подвигались бонусно подрались занесли какое-то количество урона равное этой способности и еще два раза его проатаковали то есть у нас по факту юнит делает 4 действия за активацию ну заход это очень много даже ну с учетом того что у нас лидеры стабильный середнячок с учетом этого квада они могут улететь прямо куда-то в стратосферу со своими результатами но квад редок как всегда дуплет для нашего лидера шамана до конца раунда битвы прибавьте 1 к показателю движения всем ребятам на паучках ну единицу добавлять в пределах 6 дюймов для пауков для того лидера и для пауков которых мы будем вряд ли использовать такое себе на самом деле триплет доступны всем лидерам до конца раунда битвы прибавьте 1 к показателю количество атакующих действий с показателем ну короче в ближнем бою в пределах 6 дюймов от этого бойца очень хорошая обилка за триплет плюс здесь нет нюансов там нагротов негротов то есть она распространяется на всех то есть теория наш сквик может сделать не 4 атаки а 5 атак соответственно это обилка баф на всех в пределах 6 соответственно мы ее используем а потом еще на того юнита который находится под этой аурой еще используем дуплет который еще прибавит единицу к атакам и к силе и того наш базовый грот с мечом может ударить 5 атак с 4 силой либо сквик 6 атак с 6 силой ну то есть это на самом деле очень прикольная вот связка триплета и дуплета и если мы отыграем именно от гротов то ну грот может реально удивить противника такой вот связочкой триплет для шамана ну как всегда бросьте кубик на 5-6 нанесите количество урона равна способности ну скучная способность она у всех магов скучная плюс еще триплет стоит ну это же совсем и опять же квад доступный не всем к сожалению лидерам а только вот психобоссу босса на большом сквиге и боссом на маленьких на маленьких сквигах ну то есть вот обычному дешевому гроту боссу он недоступен до конца раунда битвы прибавьте значение этой способности к показателю количество атак в ближнем бою пока они находятся в пределе в пределах шести то есть здесь мы если в триплете доступно всем лидерам мы прибавляем единицу то здесь мы прибавляем значение этой способности в пределах шести все так же остается то есть мы можем реально добавить ну шестерки вряд ли берем золотую серединку три атаки то есть мы сквигу можем сделать семь атак кроту шесть атак и так далее там тот же босс будет семь атак бить с дуплетом мы еще и силу ему нагоним в общем способности на самом деле у гоблинов какие-то прям вообще лютые они разгоняют их просто в какую-то стратосферу они могут столько урона на самом деле внести если вам повезет на способностях и на расположении юнитов и эти способности толкают нас собирать и ростеры на гротах чтобы их было много чтобы скажем так вот эти аурные способности давали самый вот прям огромный буст в вашей бане что ж вы думали это все а нет у нас еще есть гоба шобла эта коробочка выпускалась скажем так с пятью такими кастомными шаманами их можно добавлять в свой ростер причем можно всех можно одного но по факту это такие бафферы вашей ваших остальных юнитов итак первый у нас хитроглаз как мы видим они все подешевели кроме одного один подорожал потому что у нее достаточно хорошая обилка итак хитроглаз семь с пять очков четвертый мув третья стойкость двенадцать жизней дальность два три атаки третьей силы с уроном один четыре и способность за дубль выберите вражеского бойца расположенного в пределах дюймов равное значение той способности если выпадет три плюс то выбранный боец до конца раунда битвы не сможет совершать действие движения либо отводы то есть по факту это тот же нас парень с сетью но с более лучшими показателями атак из самого базового профиля есть ли в нем смысл когда есть более дешевый вариант с той же способностью спорно сеющий панику девяносто очков подорожал парнишка за дуплет выберите видимого дружеского бойца в пределах трех дюймов до конца раунда битвы прибавьте половину значения этой способности к показателю количества атак в ближнем бою то есть как бы это еще одна обилка который причем которая бафает другого бойца то есть образно говоря наш лидер вешает бабл в пределах шести этот парень вешает баф на какого-то определенного юнита мы активируем того юнита еще помимо бабла этого бафа еще его бафаем за базовый дубль и мы еще можем поднять количество атак ну это прям поэтому этот парень не подорожал на фоне всех остальных потому что ну просто способность у него очень хороша плюс то что нас много и бабл от лидера зачастую скорее всего будет вешаться не на всех юнитов мы будем как-то рассредоточены по полю мы можем использовать бабл от лидера в одной стороне поля битвы а уже вот эти дубли в другой стороне битвы и скажем так напрягать оппонента с не в одном месте да вот фаер магнит какой-то сделать боинг в одном месте а вот по разным по чуть-чуть точечно следующий грибомант 75 очков четвертый муфт третья стойкость 12 жизней 3 атаки третьей силы с уроном 1-4 за дубль выберите видимо дружественного бойца в пределах трех дюймов до конца раунда битвы прибавьте значение этой способности к показателю силы следующих атакующих действий способ на самом деле тоже очень хорошая за дуплет поднять силу кому-то там тому же боссу но лучше наверное каким-нибудь гротом поднимать ее чтобы добить кого-то наверняка поднимать скажем так скригом с пятой там до шестой ну сильно смысла не имеет но если у нас дубль на единицах почему бы нет ну как бы способность хороша не лучше чем у предыдущего но имеет место быть варитель 75 очков четвертый мув третья стойкость 12 жизни 4 атаки третьей силы с уроном 1-3 выбираем видимого дружественного бойца в пределах 6 дюймов до конца этого раунда битвы прибавьте половину значения этой способности к показателю движения выбранного бойца в принципе тоже не совсем плохая способность но у нас ребята не очень скажем то медленный то есть у всех четвертый мув но в какой-то момент можно какую-нибудь сквиги разогнать но трипл дороговато все таки дороговато при всем при этом если мы хотим именно в скорости играть мы можем взять наездников на сквигах у них достаточно большой мув как инструмент возможно использовать как бы не спорю но трипл дороговато с учетом того что у нас есть способности поинтереснее прокольщик 75 очков четвертый мув третья стойкость 12 жизней 3 атаки третьей силы с уроном 1-4 способность за трипл выбираем вражеского бойца в пределах количества дюймов равное способности до конца раунда битвы вычитаем значение способности из показателя количество атак до минимума единицы совершенных выбранным бойцом способность дороговато но имеет место быть против элитных и малочисленных армии по типу тех же штормкастов орков против каких-то армии которые используют монстров там того же мирмидона ему можно понизить до единицы атакующие действия против элитных возможно использование этого парня но вот против гоблинов скавинов многочисленных армий пистов хаоса вот это способность явно себя не зароляет скажем так эти ребята очень прикольно могут входить в ростер вашей армии и усиливать какие-то без этого сильные стороны плюс прикольно было бы этих ребят именно конверсить а не покупать от гв ну я давно не давненько уже не видел их продажи а вот именно раздолье для для конверсии в этом плане очень хорошо ну а теперь перейдем к ростерам первый ростер как я говорил мы максимально будем забивать гротами именно отыгрывать от большого количества юнитов лидер психобосс 165 очков союзник лидер гротов 140 очков чтобы эти ребята раздавали вот эти баблы в разных местах карты скажем так два сквига за 140 очков два погончика чтобы бафать этих сквигов поскольку почему именно два а не один ну закладываясь на то что противник знает что эти ребята будут бафать ваших сквигов и ну одного так или иначе он вынесет у них там не очень сильные статы поэтому закладываемся сразу на два парень с сетью на всякий случай за 45 очков задинает кого-нибудь и четыре грота с мечами и щитами и того мы получаем ростер на тысячу очков в котором 11 моделей то есть у нас много активаций у нас много юнитов мы можем заполонить все поле раздавать баблы от двух юнитов кидать дубли на кого надо кого-то можем заблокировать сетью кого-то можем просто толпой этих гротов окружить чтобы он пройти никуда не мог в общем ростер отыгрывается очень прикольно на самом деле второй ростер он больше от наездников скажем так лидер у нас 245 очков два сквига по 205 в качестве лидера именно берем того что у того у которого тофна чуть побольше а в качестве обычных юнитов тех ребят у которых атак побольше одного сквига одного парня погонщика сквигов и двух лучников тем ростером уже как-то более проблематично играть да у нас 34 даже модели более-менее мобильные бегают по столу вносит много урона но здесь проблема в том что да у них много жизни относительно там тех же гротов но сказать что они не убиваемые там как те же шторм у шторм костов вот у новых вот эти вот ребята с молотками аннигиляторы ну как бы не скажешь то есть если целенаправленно задаться вынести одного модель то ее вынесут но как скажем механизм использования этих ребят против там скелетов каких-то или мало мобильных армии вот эти ребята могут подбежали ударили отбежали либо к ним пришли они побили отбежали у них мув достаточно большой эти вот в чем плюс явно этого ростера это вот там нести сокровища вот это прям чисто для этого ростера готовлю и следующее мы разберем именно вот эту коробочку из андерволтс я раньше ее использовал немножко по-другому нежели сейчас гв нам дает возможность ее использовать то есть гв нам дала пару статов на фанатика и на крутого погонщика которых я думаю теперь сто процентов надо использовать а именно давайте рассмотрим это у нас получается в качестве лидера предлагаю взять грибного шамана а не шамана зарбага который идет в новой книжке он там подешевле но и смысла в нем какого-то нет там у нее жизни поменьше и как бы ну вариативность его использования намного меньше чем у все-таки у грибного шамана сквигов я также предлагаю использовать как старых за 140 очков то что там они стоят 145 и имеют доступ к обилке именно банды зарбага что их можно вывести из хтх с учетом того что у нас ростер собирается на 995 очков ну одного мы можем в принципе использовать до 145 но как бы смысл от этого никакого нет они там ни в жизни их ни в чем не прибавляется скажем так статы у них остаются те же а вот кого мы сто процентов будем использовать по новым правилам это вот фанатик 130 очков четвертый муф третья стойкость 10 жизней дальность 3 4 атаки четвертой силы с уроном 36 то есть этот парень вообще какой-то ну вот для грота он прям очень хорош это по факту сквиг плюс у него есть доступ к обилке это шарахнуть всех вокруг в пределах трех дюймов потом у нас идет самый нижний это 110 очков это улучшенный погонщик сквигов с четвертым мувом четвертой стойкостью 12 жизнями дальность атаки 2 3 атаки третьей силы с уроном 24 то есть этот парень подраться может и потерпеть может то есть вот его мы берем сто процентов взамен тех ребят что шли за 45 очков и дальше у нас остается грот с сетью и грот и лучники гв нам предлагает именно взять их по 85 очков лучников с теми же статами которые стоили 70 за исключением что у них на 2 жизни больше ну как бы сделать своих стрелков чуть-чуть повыживаемее чем они есть я думаю на это есть смысл закладывать эти 15 очков но это спорный вопрос можно взять скажем так с 15 с троих 15 очков это 45 и можно взять еще одного парня с сетью либо еще одного погонечка и соответственно на 5 очков подороже парень с сетью с теми же статами ну да но у него на 2 жизни больше вот за 5 очков подорожание в 5 очков вот этого парня лучше брать именно за 50 а не за 45 но как вариативность можно и нашу банду из из 9 моделей превратить в 10 сэкономив на лучниках и добавить либо погонщика за 45 либо парня с сетью за 45 итого у нас получается 995 очков в свое время я играл этой бандой по правилам из обычного альянса они достаточно себя очень хорошо показывали за счет своих сквигов и вот этой вот пострелушек издалека которые вроде противник на них не обращает внимание но их трое они так или иначе добивают а теперь с учетом того что у них появился вот этот парень за 130 очков и погонщик улучшенный за 110 они я думаю будут еще лучше себя показывать упомяну что была варкраевская коробочка специально выпущена но в продаже ее уже наверное нет они их выпускают ограниченными сериями там шло 10 парней на сквигах и три вынюхивателя вот этим со сквигами пылесосами ну коробка на самом деле какая-то скучная я не знаю почему ГВ так поступил я бы туда засунул пятерку вот этих ребят на сквигах и десятку гротов от этого было бы лучше более интересно и вкусно смотрится в этом плане старт коллектинг где у нас идет коробка сквигов психобосс и три тролля поскольку здесь мы можем сделать ростер на двух троллях трех сквигах и боссе по-моему туда даже погонщик еще влазит троллей там фиг убьешь плюс дамага они вносят как сквиги сквиги носятся повсюду то есть мы своим таким ростером собираем банду элитных гоблинов как бы это странно не прозвучало ну банду в которой много вунд среднее количество активаций и достаточно много урона а также еще хотел бы остановиться на том что данная банда очень хорошо подходит к сбору именно из одной коробки то есть вот купив коробку гротов в которой 20 моделей из них мы можем собрать грота босса парня с сеткой гротов лучников гротов мечников гротов копейщиков из баннера там или из копейщика мы можем сконвертить шамана из этих же ребят мы можем наконвертить гоблу шоблу ну то есть большое количество миниатюр и если там руки из нужного места растут и скажем так имеется опыт там сработать зеленкой или там с китбашами что то поделать вот из этой базовой коробки можно собрать всех кроме сквигов ну по хорошему и еще даже модели останутся очень хорошая коробочка именно для старта единственное что да там скульпт уже старенький гоблинцы такие уже уставшие скажем так новые вот даже на фоне банды зарбага где вроде те же лучники но они как-то более прикольно визуально смотрятся но это еще не все поскольку гоблины это скажем так распространенные ребята в других варгеймах да там или в том же днд вот вам коробочка варгейм атлантик классические да гоблины из которых можно собрать альтернативную версию гоблинов да рынок 3d печати очень хорошо разве в плане гоблинах вот вам пожалуйста гоблины лучники монголы да такие стандартные ночные гоблины лесные гоблины шаманы сквиги ребята на волках пуки ребята на пауках если вы все-таки там захотели отыгрывать ростера на пауках и это еще не все помимо этого с новым томом можно использовать банду молока для гоблинов вливать их туда сам молок это просто слушайтесь две атаки шестой силы пять десять урона пять десять урона е-мое да если его пробавить да там раскачать даже базовая билка из три атаки шестой силы это же просто жесть летающий сквиг за двести пять очков шестой мув четвертая тофна шестнадцать жизней четыре атаки пятой силы с урона два четыре с кейвордом флай и с кейвордом беста что его можно еще пробавить помимо этого есть еще одна банда из андерволдса гоблины на волках где у нас есть лидер на волке лучник на волке из копейщик на волке при всем при этом лучник на волке дешевле чем лучник на пауке которого также можно добавить в свой ростер то есть видите эта банда настолько гибкая что можно собрать практически любой себе с сет да в любое заточиться тех же троллей можно использовать там можно орка сюда какого-то лидера подтянуть в качестве союзника который будет толстая модель дорого стоить кучу вундов его будет тяжело убить а вокруг него будет бегать куча мелких и помимо всего этого на сегодняшний день наверное на если покупать 3d печать то это будет самая бюджетная наверное ростер если мы возьмем пятерку лучников пятерку мечников и парочку сквигов то есть мы таким образом соберем ростер и он там в пределах двух тысяч у нас будет ну и подводя какой-то итог до этой всей банде с учетом того что достаточно большое количество старых моделей нас на самом деле толкает к тому чтобы конверсить найти на рынок 3d печати и это скажем так не ограничивает нас а более дает широкий спектр использования юнитов да с учетом рынка 3d печати можно вообще сделать себе каких-нибудь кастомных лесных голозадых гоблинов которые будут отличаться визуально гэвэшных вот эти вот ребята гобла шобла дают какие-то еще дополнительные функции в общем у нас это прям вот коробка конструктор эта банда огромная коробка конструктор из которой мы можем собрать ну все что нам нравится нам нравится гоблины на волках но никто не может запретить вам их использовать в качестве модели гоблина на пауке и так далее но можно его использовать под теми очками как из банды андерволтса не нравится вам ночные гоблины по какой-то причине вот возьмите гоблинов монголов гоблинах лесных гоблинов там куча вариаций на самом деле на сегодняшний день прикольная на самом деле банда и это первая наверное банда которая собиралась из коробки андерволтса практически в тысячу очков что и в чем прикол именно коробки андерволтса она давала базовый минимальный набор каких-то юнитов то есть те же два сквига они минимально ну практически но один сквиг всегда нужен то есть у вас есть всегда два уже считай если у вас есть эта коробочка там один-два стрелка нужно в коробке шло три то есть нужно вам больше можно докупить нужно вам меньше можно взять отсюда еще раз повторюсь банда очень прикольная очень с гибкими настройками в чем плюс плюс для новичка что можно с одной коробки стартануть плюс 3d печати что можно набрать себе по несколько там по одному по два юнита каждого вида да попробуйте ими поиграть не зашло взять других каких-то да там чтобы не покупать именно гвшные коробки там где много миниатюр и которые вы не будете использовать ссылочку на на группу вконтакте на производитель вот этих 3d моделей оставлю в описании сам планирую у него что-нибудь заказать на в ближайшее время если кто-то уже брал у него пожалуйста отпишитесь в комментариях поделитесь как качество и так далее и тому подобное как они соотносятся именно с гвшными моделями ну опять же размер миниатюру в 3d печати можно обсудить банда ребят супер я вам серьезно говорю я на самом деле не ожидал от гоблинов когда я брал коробку зарбага что она настолько будет прикольно играть именно вот именно играть будет прикольно она придает дает вам разные использование разных моментов разных юнитов то есть вы не упарываетесь в 1-2 вида юнитов как в некоторых бандах где вот берем только этих и вот этих и все то есть мы здесь можем взять и лучников и копейщиков и мечников и так далее и сквигов и на сквигов в общем крутой прикольный конструктор ребят рекомендую и все 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 и все все